Сегодня немного отвлечемся от привычных нам тем и обратим свой взор на регион в целом. Так как я считаю, что происходящее нынче между дружественным нам Ираном, историческим нашим многовековым соседом и Азербайджаном прямо касается и нас, армян. Я решил поговорить на эту тему со всем нам известным экспертом, главным редактором телеграм-канала информационного агентства «Реалист» Саркисом Цатуряном. Кстати говоря, попросил бы вас всех наших зрителей подписаться на телеграм-канал «Я Реалист», потому что иногда гляжу, там вы на всякую такую бурду подписаны, да, а на более такой качественный контент мало кто подписан, оттого и вопросы порой возникают у многих из вас в общении с нашими «друзьями» в кавычках. Ну что ж, приветствую тебя, Саркис. Здравствуй. Приветствую, Вадим. Начну издалека. Вот почти в каждом интервью со мной мои оппоненты часто спрашивают у меня, как вы относитесь к Саркису Цатуряну. Ну, я обычно отвечаю, он мой друг. Я не знаю, почему мне такой вопрос задают. Может, прощупывают почву, сказать ли о Цатуряне плохое или наоборот, может быть, хорошее. И как я к этому отнесусь. Я не знаю, что они имеют в виду, но решил тебя снова пригласить в эфир и поговорить о наших делах насущных, о том, что происходит в регионе. Саркис, какова вероятность развития ирано-азербайджанского конфликта и почему именно сейчас Иран вдруг так спохватился? Ведь и до этого было известно об азеротурецком тандеме, израильском присутствии в Азербайджане. Вот Иран даже заговорил о том, что во время войны в Карабахе присутствовали террористы, хотя раньше они молчали, сейчас вдруг об этом вот так вот громко сказали. Что произошло, что не так пошло? Международная ситуация меняется, и она меняется в пользу Ирана, а не в пользу Турции. Дело в том, что когда в Вашингтоне сидела республиканская администрация у власти, то турки имели зеленый свет абсолютно во всем. Заходил Эрдоган вторгнуться в Сирию без проблем, никто его не отдернул. То же самое по Ираку. И мы видели год назад бакинско-турецкую агрессию против арцах Армении, которая тоже была поддержана администрацией в Вашингтоне. Теперь Байден благоволит Ирану. Более того, Байден открыто заявляет о том, что... С одной стороны, неожиданно, с другой стороны, логично, потому что администрация Обамы в предыдущие периоды, она откровенно выступала против турецкой экспансии в Сирии. И теперь Байден говорит о том, что турки мешают борьбе с ИГИЛом в северо-западной Сирии. Это официальное заявление, которое делает глава государства. И не просто так Россия начала наносить удары по Идлибу, потому что Россия все свои действия координирует в Сирии, в данном случае с американской администрацией. Когда был Трамп, Трамп говорил и русским, и туркам, что надо взять под контроль трассу М4, то есть заблокировать Ирану выход в Средиземное море. И русские, и турки взяли под козырек и заблокировали Ирану выход в Средиземное море. Теперь пришел к власти Байден, который говорит о том, что не, ребят, надо Идли посвобождать, надо трассу освобождать для Ирана и Китая. И мы видим уже определенные изменения. Очевидно, что Иран пытается воспользоваться этой благоприятной возможностью и начинает игру мускулами уже в отношении бакинского мини-султаната. И в отношении Турции. Поэтому международная ситуация ему благоволит. Иран имеет за спиной безоговорочную поддержку Китая. Речь идет не только о там четырехсотнях миллиардов долларов, а в целом о военной поддержке Китая. Китай готов до конца стоять за Иран, потому что это жемчужина в его геоэкономическом проекте «Шелкового пути». Иран – это, по сути, такая средневосточная Германия, через которую будут эти самые транспортные пути проложены. И не только Китай. Мы же видим, что Индия проявляет большую активность, в том числе и на армянском направлении. Поэтому логика здесь простая. Если американцы помогают Ирану открыть дорогу на Средиземное море, то есть открыть трассу М4, то те же самые американцы как минимум не будут мешать Ирану проложить путь через Армению с выходом на Грузию. И Иран пытается просто воспользоваться своей ситуацией. Но мы видим, что правительство в Ереване фактически проводит протурецкий курс вместе с Кремлем. И здесь я вспоминаю слова нашего великого армянского писателя Рафи, который в одном из своих романов сказал, что как можно помочь народу, правителе которого вступает в сговор с врагом. И поэтому мы, несмотря на то, что международная ситуация благоволит сегодня Армении, армянское правительство не пользуется теми самыми благоприятными элементами. Потому что я много раз говорил и готов сейчас повторить это. Правительство Пашиняна фактически сдало часть трассы Гори-Искапан в нарушении всех даже советских границ, которые также были незаконными. И мы видим, что открытие неба для азербайджанских самолетов в условиях напряженности оно также, по сути, является антииранским и антиармянским, антинародным шагом, который предприняли в данном случае армянские власти. И здесь я понимаю абсолютно иранцев, которые к своей прессе достаточно критично отнеслись к открытию неба для азербайджанских самолетов. Да, мы к этому еще вернемся. По поводу самолетов, да, у меня будет еще такой вопрос. Я хотел вот еще, Сарки, что заметить. Ну, и ни для кого не секрет, да, что Азербайджан в одиночку бы не вышел против даже того же Арцаха и там против Армении. Это известная аксиома. Будь у них там трижды мощная техника, но этой техникой еще нужно уметь управлять. И последняя война, в принципе, показала, что все это было сделано под эгидой Турции, турецкого командования, турецкого горного десанта вкупе с азербайджанским, тоже нужно сказать. А беспилотники так и вовсе управлялись исключительно из территории Турции. Это ни для кого не секрет. То есть Азербайджан не один. В случае войны с Ираном, видите, может произойти то же самое. Ирану придется воевать, наверное, не столько и не только с Азербайджаном, но и с Турцией, тем же, наверное, Израилем, потому что Израилю тоже выгодна эта война. Вот Иран все-таки не маленькая держава. В случае войны справится Иран вот с такой вот огромной коалицией? В случае войны у Турции и у Азербайджана нет никаких шансов против Ирана. Я в данном случае... Я не из тех людей... Они так не думают, кстати. Я вот смотрю их прессу, они так не думают. Они просто уверены, что впрягаться будет и Турция, и Израиль в том числе. Не, пусть впрягаются, но здесь есть еще и другой процесс, который уже начался. Администрация в Вашингтоне оказывает давление на правительство Беннета тем, чтобы Беннет, по сути, признал условия ядерной сделки с Ираном. И согласно утечкам, которые дают сами израильтяне, Москва оказывает определенные посреднические услуги в этом вопросе. Потому что Москве тоже сейчас лишний раз ссорится с администрацией Байдена не с руки. Поэтому Израиль, он может много чего пытаться делать. При Биби, безусловно, курс был направлен на то, чтобы спровоцировать прямой лобовой конфликт Ирана и Турции. Поэтому Израиль, он оказывал всяческую поддержку не только Азербайджану, но и Турции. Мы должны тоже про это говорить, потому что у нас часто говорят только про то, что Израиль помогает Азербайджану. Поэтому здесь израильтяне тоже, на самом деле, оказались в непростой ситуации. Нынешняя администрация израильская, она будет, на мой взгляд, стремиться какой-то общий язык найти с американцами. А американцы будут работать на разблокирование Ирана. То есть, о каком бы мы... В сценарии войны, теоретически он возможен, практически. Есть очень много предпосылок для того, чтобы турки все-таки пошли на попятную. Потому что экономически они эту войну не потянут. И вот эта агрессивная политика, которая проводилась в предыдущий год, она фактически привела к тому, что внутри НАТО уже формируется антитурецкий альянс. Я имею в виду военное соглашение, которое было заключено между Кипром, между Грецией и Францией. Кипр тоже участвует в этих всех историях военных. Турки и азербайджанцы фактически будут один на один, в данном случае, сражаться с Ираном. Кто вместе с ними будет? Вместе с Баку и Анкарой. Очевидно, что Лондон будет поддерживать. Но у Лондона сегодня международные позиции падают. Они, очевидно, будут дальше ослабляться. И англичане не смогут стать, например, для Турции той спиной, которой, например, для Ирана является Китай. Но это абсолютно несопоставимые величины. А Россия в данном случае оказалась тоже перед выбором. Либо Россия дальше продолжает свою поддержку Турции и Азербайджана против Армян, против Ирана. Но тогда эта самая Россия портит отношения с администрацией Байдена. Так они и так уже испорчены, по-моему? Куда еще дальше порчены? Есть еще кое-какие вещи, потому что не просто же так. Байден на встрече с Путиным сказал, что Слушай, ну ты приглядись к своей границе с Китаем. Зачем ты портишь отношения с Китаем? У тебя там более 5000 километров протяженность границы. То есть намек-то был на то, что ну хватит уже против Ирана и Китая действовать. Мы тебя в этих вопросах поддерживать не будем. Поэтому здесь для России тоже будет очень сложно. С одной стороны, выступить открыто против Турции Россия не хочет и не может, потому что это лобовой военный конфликт. Россия боится этого конфликта. Она будет всячески стараться его избежать. С другой стороны, Россия еще больше опасается окончательно разорвать отношения с американцами. Потому что в конце нынешнего года Байден и Сирии должны провести саммит. И очевидно, что на этом саммите будет решаться не только судьба Турции, всех-всех изменений, которые были на Кавказе, но и судьба Российской Федерации. И чем больше проблем Россия создаст для американцев и для китайцев, тем больше проблем Россия создаст для Ирана, тем высока будет вероятность, что Си и Байден просто договорятся и сделают откровенно антироссийские шаги против российского правящего класса. Повторюсь, это тоже создает предпосылки благоприятные для Армении как государства. Но правящий класс Армении, он не хочет проводиться настоятельно. Да, хорошо. Вот в последнее время, вернемся к тому вопросу, о чем мы уже говорили. Вот в последнее время все часто говорится о дороге север-юг, который бы связал Персидский залив с Черным морем через территории Ирана, Армении, Грузии. Возможно и Россию, я не знаю, что там в планах будет дальше. Вот насколько оправданы эти разговоры и главное, согласится ли Грузия, зависимая от Турции и Азербайджана, коим этот проект станет поперек горла наверняка уж? Я думаю, что здесь Грузия может и должна обратиться к европейским партнерам, к американцам, которые поддерживают, откровенно поддерживают проект север-юг. Я больше скажу, до выборов в Армении со мной связывались некоторые специалисты, которые, например, работают в международных институтах. Например, из Международного валютного фонда позвонил очень толковый человек, экономист, мы с ним обсуждали ситуацию, и он сказал, что по экономике проект север-юг, он весьма оправдан, и мы здесь в Соединенных Штатах считаем, что нужно сделать все для того, чтобы он заработал. То есть вопрос здесь не только геополитический и политический для Армении, но в первую очередь это бизнес. А грузины получили бы в данном случае свободу рук. И Грузия тоже не в восторге от того, что со времен Саакашвили ее запихивают в лоно Турции. Ведь при Саакашвили именно и началась тюркизация Аджарии, и по большому счету сегодня аналогичный процесс хотят сделать с Арменией. То есть Грузию пытались последние... Да, Грузия сейчас напоминает такой хот-дог, знаешь, сосиска, и между ними булочка такая, Турция и Азербайджан сверху. Я думаю, что в Грузии есть немало людей, здравомыслящих, стратегически мыслящих, которые хотели бы, чтобы этот путь был создан. И здесь, на самом деле, для Армении открываются перспективы. Но когда я анализирую реальные шаги, которые предпринимаются армянским руководством, возьмем простой пример, не будем ходить далеко. Ну что стоило сделать за год объездную дорогу? Вот если правительство Пашиняна решило сдать участок трассы Гури-Скапан, который, согласно даже советским картам, является армянским, что им мешало за год построить альтернативную эту армянскую? Это же вопрос национального выживания. Ну почему они этого не сделали? Значит, они только говорят об этой трассе, но реально ничего не предпринимают. Уже персы сами прямо говорят, ну давайте мы ее тогда достроим, если вы не способны. Но что тогда Армения, что за государство тогда Армения, если она не может этот участок сама достроить? Ну вот поэтому я и говорю, что складывается такое ощущение, что Луиран больше беспокоится за Армению, чем сама Армения за себя. В том-то и дело. И ведутся не только разговоры. Реально сегодня пытаются, создают возможность для того, чтобы открывать трассу дороги на Турцию. И мы же видели, как это было в предыдущие годы. Когда, например, правительство Сарксяна ввело эти переговоры, подписало протоколы, и турки в последний момент просто отбросили их, не ратифицировали. То есть армянский правящий класс за период так называемой независимости, который не случилось, он откровенно унижался перед турками, просил открыть им дорогу. А турки, на самом деле, даже турки, больше думали о национальной безопасности Армении, отказавшись от ратификации этих тюрехских протоколов, чем сами армяне. И здесь, вместо того, чтобы думать о транспортном коридоре север-юг, который является на самом деле дорогой жизни, то на Черное море, что на Бендер-Аббас и Аравийское море, мы правящий класс Армении, в данном случае, не мы с тобой, мы-то придерживаемся нормальной позиции. Они-то мечтают о том, как бы открыть пораньше дорогу на Турцию и зажить. Они мне, знаешь, кого напоминают? Вот советские КГБшники в 80-х годах, они в свое время, ну тогда, они мечтали развалить Советский Союз, уничтожить железный занавес, чтобы красиво тусоваться в Европе и в Соединенных Штатах. И говорили, мы заживем хорошо, вот стоит только железный занавес убрать, и все будет тепло. И в итоге, значит, развалили страну, все, что могли, сдали, но жить стали намного хуже. И армянский правящий класс, он мыслит такими же категориями. И я просто задаю им простой вопрос. Ребята, ну хорошо, вы там открыли границу с Турцией, ввели там какую-то зону свободной торговли. Так турки же просто проглотят Армению в течение нескольких месяцев. Для чего вы хотите открыть границу с Турцией, если на вашей территории нет нормальных производств? Когда развалился Советский Союз, единственное, чем занимался правящий класс Армении, он сдавал на металлолом заводы, станки, которые остались от советской экономики. И на этом они паразитировали, становились долларовыми миллионерами. Но экономики у вас на территории нет. Зачем вы пытаетесь открыть границу, зная, что вас просто превратят в небольшую турецкую провинцию? То есть нас кормили абсолютно идиотскими вещами вот эти 30 лет, говорили о том, что Армения в блокаде. Хотя, ребят, в какой стати вы решили, что Армения в блокаде? Если у вас на юге сосед, который имеет выход в Мировой океан, и этот сосед вам предлагал долгие годы, предлагал создать этот самый транспортный коридор, что железнодорожный, что автодорожный. Но вы выбрали другой путь. Правящий класс Армении, он сделал ставку на зачистку тех людей в своем окружении, которые исходили из того, что никакого зангизурского коридора быть не должно. Я имею в виду расстрел парламента. Ведь это же оттуда началось. Армению постоянно заталкивали вот в это турецкое логово. Но даже после многолетних усилий в 2018 году, мне рассказывал человек, который непосредственно в этом участвовал, в 2018 году, спустя несколько месяцев, после того, как Пашинян пришел к власти, точнее, после того, как Пашиняна привели к власти при поддержке определенных кругов в Кремле, один крупный китайский инвестор прилетел в Армению и предложил армянскому правительству создание железнодорожного коридора из Ирана на Армению с выходом на Грузию. То есть ровно то, что сейчас обсуждается. Да, один в один. Да, и более того, они сказали, этот самый китайский инвестор сказал, что за свои деньги мы это построим. Единственное, что нужно от армянского правительства, это государственная гарантия сроком на четверть века, что альтернативной железной дороги никто строить не будет. Что сделало армянское правительство в 2018 году? Оно торпедировало эту инициативу. То есть люди приезжали с деньгами, чтобы это все построить. Если бы, я не люблю сослагательное наклонение, но я хочу обязательно это подчеркнуть, если бы в 2018 году мы начали строить этот железнодорожный коридор, то я уверен, мы могли бы избежать войны 2020 года, ну как минимум на 80%. Потому что когда на этой территории действовали бы китайцы, когда к ним бы примкнули еще индусы, иранцы, я уверен в том, что турки подумали бы 10 раз, прежде чем напасть на Армению и на Арцах. А индусы бы точно примкнули, учитывая, что в регионе уже Пакистан? Безусловно. Безусловно. То есть именно эти международные инвестиции защитили бы Армению. А мы 30 лет, 30 лет из-за близорукости правящего класса мы теряем наших людей на войне. Если вы хотите, чтобы территория была защищена, вы должны привлечь определенные международные силы к сотрудничеству. Почему Израиль? Я очень люблю этот пример, Вадим, потому что он очень показательный. Израиль. Одна из самых мощных военных держав. Я тоже часто привожу пример Израиль. Многим это я знаю, что не нравится, но тем не менее факты остаются фактами. Я привожу пример Порта Хайфа. Где есть и американцы, и Израиль специально затянул туда китайцев. Зная про антагонизм американцев и китайцев, но почему Израиль это делает? Несмотря на свой хай-тек, на технологии, на связи международной еврейской диаспоры. Потому что он понимает, что если международные игроки будут иметь экономический интерес на территории Израиля, то они будут учитывать за большим переговорным столом интересы этого самого Израиля. Армянский правящий класс занимался личным обогащением, занимался грабежом своего народа, и в итоге мы получили закономерный результат. То есть, да, есть интерес международных игроков, но далеко не факт, что нынешний правящий класс в Ереване, он способен на реализацию этого проекта. Саркейс, вот я смотрю, последнее время тебя часто приглашают на армянские каналы. У тебя вообще были, может быть, какие-то выходы в новое правительство Армении? С кем-нибудь ты разговаривал с ними, как эксперт? Может, что-то им ты и предлагал? С кем-нибудь ты там знаком или нет? Нет, у меня нету никаких контактов с ними. Нету никаких контактов. То есть, и они с тобой не выходили на связь, никто? Может быть, их пресс-секретарь? Нет. Нет, в данном случае это просто инициатива тех самых армянских каналов, которые приглашают. Я не отказываю, потому что я считаю, что сейчас не время. Если люди задают вопросы, значит, им интересны ответы, и людям нужно максимально ответственно. Да, ну, я подумал, раз уж так уже дошло до того, что армянские телеканалы приглашают, обычно они это редко делают. Во всяком случае, до войны там было очень сложно. Они мало кого приглашали из этнических армян, проживающих за рубежом, да, тем более экспертов, обсуждать какую-то внутреннюю политику. Но я заметил, что в последнее время они это делают часто. Я думал, ну, мало ли, может, кто-то и из правительства тоже с тобой говорил, и вы обсуждали какие-то вот текущие вопросы. Нет, контактов таких нету. Если честно, я и не желаю, чтобы такие контакты появились, потому что я вижу, что люди вроде бы слышат, вроде бы слушают, но на практике делают противоположные вещи. Потому что сначала они говорили о том, что никаких переговоров с Азербайджаном о демаркации быть не должно. Значит, надо сперва решить... И в порядке дня вопрос не стоит, да? Да, да, надо решить статус Арцаха. Значит, потом они заняли противоположную позицию, и вот скоро там они даже с Алиевым встретятся. Ну, то есть, вроде бы слышат, вроде бы иногда даже что-то в эфире проговаривают. А что за подмигивания такие у Пашиняна? Вот часто очень писали, то он подмигивает Турции, то Азербайджану с намеком на то, что готов к встрече. Что это за подмигивания такие? Что он хочет, по-твоему? Дело не только в нем. Дело в том, что это повестка, которая задается в Ереване из Кремля. В Кремле давно приняли решение отдать полностью Южный Кавказ Туркам. И то, что мы видели ровно год назад, легализация турецкого военного присутствия, это результат того, что Кремль планомерно пытается сделать так, чтобы Турция на Кавказе стала державой номерами. А что ж, получается, Пашинян завербован, что ли, Москвой? Ну, я в данном случае не знаю, кто конкретно его вербовал, когда это произошло. Я просто смотрю конкретно, реально на те шаги, которые им предпринимают. То есть реальных проектов, реальных программ сотрудничества с Ираном у Армении нет. А с Турцией Пашинян постоянно пытается создать вот эту парку. И Кремль, он в данном случае в том же русле и говорит. Хотя откровенно, уже на уровне Совбеза еще год назад российский дипломат Небензия прямо сказал, что мы не поддерживаем Армению в конфликте с Азербайджаном и с Турцией. Поэтому я не знаю, зачем он это делает. Какая здесь логика? Я только знаю, что предыдущие годы армянские политики, которые стремились, как советские КГБшники, открыть границу на Западе, они преследовали шкурный интерес. Шкурный личный финансовый интерес. В этом проблема армянского правящего класса. Проблема, например, российского правящего класса состоит в том, что все деньги лежат в британских офшорах. А проблема армянского правящего класса состоит в том, что все деньги этого самого армянского правящего класса, ну, почти все, они лежат в российских банках. И вот создалась вот эта система взаимозависимости, от которой страдает армянский народ. — А может быть такое, что, ну, предположим так, что Пашинян хитер, у него какая-то своя игра, карты он не раскрывает, мы ни о чем не знаем, да и вообще многие ни о чем не знают, но у него какие-то свои такие планы, что и Турция с Азербайджаном потом плакать будет, или это на уровне фантастики? — Вадим, знаешь, российская пресса любила очень часто в последние годы говорить о хитром плане Путина, который всех переиграл. И вот 10 лет людей кормили тем, что Путин так хитер, он всех переиграет. В итоге мы пришли к тому, что почти весь Кавказ сегодня находится под турецким влиянием, прямым военным влиянием. — Да, да, и Средняя Азия, я недавно там был, то же самое. — Да, и это огромная проблема для тех же среднеазиатских стран, которые не хотят быть под турецким сапогом, не хотят, да и китайцы этого не хотят, многие этого не хотят, чтобы турецкое влияние было чрезмерным. — Поэтому я не думаю, что такой план есть. Мы смотрим на конкретные шаги. Значит, никакой диверсификации внешней политики Армении мы не видим, ее просто нет. И вместо этого мы слышим вот эти вот мольбы о том, чтобы Эрдоган открыл границу. Поэтому я надеюсь на то, что турки будут настолько благоразумны, что эту границу не откроют. Ведь, по большому счету, что нужно сегодня туркам? Турки на протяжении последних уже, ну сколько, 11 лет планомерно пытаются изменить военно-политическую ситуацию в Сирии, в Ираке, на Кавказе таким образом, чтобы сделать невозможным реализацию Северского договора. — Потому что Северский договор никто юридически не отменил. Он по умолчанию реализуется, планомерно реализуется, потому что Сирия имеет независимость, Ирак получил независимость, делать теперь за армянским вопросом. — А есть срок годности этого Северского договора или нет такого? — Нет, никакого срока нет. Он бессрочный. Он может быть отменен только в том случае, если подписанты друг с другом договорятся и подпишут определенное соглашение, которое бы распускало этот самый Северский договор. Турки понимают, что отменить его юридически невозможно. Значит, надо создать те военно-политические условия вдоль всей границы, которые бы сделали его фактическую реализацию невозможной. Они планомерно истребляли арабские страны, пытались сделать их максимально слабыми. Они физически истребляли курдское национально-освободительное движение, что внутри страны, что за ее пределами на границе с Сирией и в Ираке. А теперь, для того, чтобы уж наверняка сохраниться физически в границах Турецкой Республики, они пытаются похоронить армянский проект. Ведь что такое оккупация Арцаха? Оккупация Арцаха – это, по сути, нивелирование границ Вильсеновской Армении на востоке. То есть, если турки создают условия для оккупации восточных границ Вильсеновской Армении, то следующим этапом они делают невозможным создание большого армянского государства с теми границами, которые были определены в рамках арбитража Вильсеновской Армении. Логика у них абсолютно безупречная. Вопрос только в том, а правящий класс Армении, он будет этому подыгрывать или он будет этому противостоять? Моя-то позиция в том, что, и твоя, я уверен тоже, что пролили большое количество крови. И мы не имеем права торговаться вот в этих вопросах. Мы должны быть максимально принципиальными. Саркейс, вопрос такой текущих дней. Я посмотрел, много очень говорили, в социальных сетях тоже обсуждали. И мы даже в начале разговора тоже немного затронули эту тему. Иран закрывает свое небо для азербайджанских грузовых и пассажирских самолетов. Нахичевань. В то же время Армения предоставляет свое небо для Азербайджана, осуществляющих грузопассажирские эти перевозки в Нахичевань. Как это вообще объяснить? Вот где тут здравый смысл? К чему, зачем он это делает? Причем при этом Алиев продолжает там что-то кулаками махать. Персы уже отреагировали в прессе на эту позицию армянского правительства. Логика, ну если пересказывать в таких цензурных выражениях, что мы все равно одни, надеяться ни на кого, мы персы не можем. Намек был на то, что ну вот видите, что там на севере происходит, что делает северный сосед. Обидно, ты знаешь, обидно чисто по-человечески, потому что, когда я, например, в своих контактах с персами обсуждаю такого рода вопросы, они мне говорят совершенно искренне следующую вещь. Говорят, так, Кис, вы армяне, единственный народ на земле, которому у нас нет никаких проблем. Имея в виду чисто человеческие отношения, исторические отношения, цивилизационные отношения. Мол, нам с вами, армянами, делить нечего, в отличие от всех остальных. И вы, говорит, единственный народ, который мы персы считаем своим. Они никому больше об этом не говорят. Нет на земле, кроме армян, другого народа, который персы бы считали своим. Да, учитывая, что это имперская нация перс. Наверняка и тебе это говорили. То есть это общее место, это все, это тезис. А что мы видим по факту? По факту мы видим, что 30 лет, и Пашинян продолжает эту самую политику. Идет курс фактически про-турецкий, про-кремлевский-тире про-турецкий. Я думал о причинах этого. Почему это происходит? На самом деле, этот курс берет свое начало, если брать, например, советский перевод, большой исторический отрезок, он берет свое начало с Андропова. Андропов, и теперь это уже на самом деле... Это уже КГБшник, да. Да, Андропов не просто был КГБшником, не просто был председателем КГБ. Андропов был резидентом британской разведки в Москве. И Советский Союз, как минимум с того момента, когда Андропов получил всю полноту власти и внутри КГБ, а потом возглавил Советский Союз, Советский Союз проводил всегда про-турецкую позицию, про-турецкую политику в ущерб отношениям с арабскими странами и в ущерб отношениям с Иранами. И вот эта КГБшная логика после развала Советского Союза, она продолжается в виде про-турецкой политики Кремля. Ну и, соответственно, армянский класс, правящий, который завязан на Кремль разного рода клановыми, финансовыми и другими историями, он реализует тот же самый про-турецкий курс Кремля, который был заложен активно еще Андроповом. То есть эти старые советские закладки КГБшные, они работают до сих пор. И Пашинян просто продолжил этот курс, хотя у него был шанс этого не делать. В ущерб национальным интересам армянского народа. Ну ладно, Россия, которая на севере, которая немножко далеко. Хотя Россия, на самом деле, будучи в Сирии, она очень близко с турками. И Россия пострадала тоже от турок, я имею в виду не только там царский период. Буквально недавно, что мы с вами наблюдали. Но для армян это просто непростительно. Абсолютно непростительно. Это преступно по отношению к армянскому народу и его интересу. Хорошо, Саркис, спасибо большое за сегодняшний разговор. Это был Саркис Цатурян. Еще раз хотел бы вас попросить, подписывайтесь на телеграм-канал «Я реалист». Ну и также, конечно, на телеграм-канал «Антитопор». Да, он тоже есть. Думаю, тоже что-нибудь полезное для себя обязательно найдете. До свидания. Очень полезное, очень полезное. Я его читаю. Спасибо большое, Саркис.